Всех приветствую на канале SafePal, меня зовут Артем и сегодня мы с вами поговорим о том, чем отличаются централизованные кошельки от децентрализованных кошельков. Разберем с вами разницу между аппаратным и программным кошельком. Посмотрим, чем отличается приватный ключ от сид фразы, от открытого ключа. А также дам вам пару советов по технике безопасности и о том, как правильно хранить свои закрытые ключи, свои сид фразы. В первую очередь давайте я вам объясню, что такое централизованный кошелек. Централизованный кошелек или аккаунт биржи это такой аккаунт, от которого вы не имеете приватных ключей либо сид фразы. То есть вы, например, на примере биржи, вы заходите на биржу, вы регистрируетесь там по имейлу, по телефону и вы таким образом можете пользоваться своим аккаунтом. При этом вы не имеете доступ к сид фразе, к приватным ключам. Все ваши активы хранятся где-то в облаке, где-то на серверах этой биржи. То есть ими управляет биржа. Это означает то, что биржи централизованы. То есть на примере биржи FTX, про которую многие наслышаны, это биржа централизованная и там, соответственно, вы не имели от нее никаких приватных ключей и все активы хранились на бирже. И к чему сейчас это привело? То, что в последний момент все попытались вывести свои активы. Так как биржа имеет полное право распоряжаться этими активами, она может их заморозить, разморозить в любой момент и распоряжаться вообще как ей удобно. Теперь про децентрализованные кошельки. Мы сейчас видим с вами главный экран кошелька SafePal. SafePal это децентрализованный кошелек. Что такое сам по себе децентрализованный кошелек? Это по факту ваш приватный ключ, ваша сид фраза. А тот же самый SafePal это как бы является оболочкой для просмотра ваших активов. То есть она не имеет доступ к вашим активам, ваши активы хранятся в блокчейне. И вы к ним имеете доступ только благодаря вашей сид фразе. Думаю, ну как бы здесь понятно. Теперь давайте посмотрим, как мы можем добавить децентрализованный кошелек. Выбираем добавить кошелек. Видим две опции, видим то, что можем добавить либо аппаратный, либо программный кошелек. Выбираем программный. Также видим несколько вариантов. То есть можно создать новый кошелек, она же сид фраза. Либо можно импортировать кошелек через мнемоническую фразу сид фразу по приватному ключу, по хранилищу ключей, либо в режиме наблюдения. Чем отличается приватный ключ от сид фраза? То есть генерируя кошелек по приватному ключу, у вас будет доступ только к одному какому-то блокчейну. Грубо говоря, если вы создавали ранее кошелек в сети биткоина и импортировали его через приватный ключ, то импортируя сюда же кошелек через приватный ключ, вы получите только токен биткоина. То есть другими токенами вы не сможете пользоваться. Сид фраза содержит в себе информацию о приватных ключах множества сетей. То есть, грубо говоря, под одной сид фразой у вас могут быть токены как в сети эфира, так и в сети биткоина, в сети Binance Smart Chain и других. Генерируя сид фразу на устройстве, она будет храниться на этом устройстве в зашифрованном виде и не покидать, грубо говоря, ваш телефон. То есть, если вы сгенерировали на телефоне, значит, он не будет покидать телефон. Если вы сгенерировали сид фразу в расширении для браузера, значит, она будет храниться на компьютере и не будет покидать компьютер. Ну, соответственно, все это в зашифрованном виде. Здесь мы с вами плавно подходим к вопросу хранения сидфразы То есть, генерируя новую сидфразу, очень важно помнить, что ее необходимо записывать именно в оффлайн режиме То есть, использовать либо какие-то карточки для сидфразы, которые, например, есть с аппаратными кошельками Либо использовать какие-то металлические таблички Опять же, у SafePal продаются специальные таблички для записи вашей сидфразы Ни в коем случае нельзя делать ни скриншот, ни записывать в какую-то онлайн таблицу Потому что файлы в любом случае могут утекать в сеть То есть, у вас есть устройство, на нем хранится сидфраз в зашифрованном виде То есть, вы думаете, что у вас все надежно защищено Но один любой скриншот, либо какой-то неверный шаг Вы там куда-то в чат скинули сидфразу Может просто лишить вас всех ваших активов Никому это не нужно Поэтому обязательно помните о безопасности То есть, всегда надежно храните вашу сидфразу Ваш приватный ключ Ни в коем случае не давайте третьим лицам Не пересылайте ни в каких мессенджерах их Не пересылайте ни в какие онлайн таблицы Ни куда-то еще Теперь давайте с вами разберем последний пункт Режим наблюдения То есть, что это такое При генерации нового кошелька у вас есть публичный ключ открытый Это ваш адрес И приватный ключ закрытый, про который мы поговорили ранее То есть, закрытый ключ мы разобрали с вами То, что его никуда не передаем Храним при себе Ну, соответственно, если это в виде сидфразы То мы ее куда-то записываем И также храним при себе А вот открытый публичный ключ Это, грубо говоря, ваш адрес Это и является вашим адресом Который можно также импортировать Ну, например, вы имеете несколько устройств Несколько телефонов И вам не хочется импортировать с каждого телефона Свои приватные ключи на одно устройство Да, вы их храните таким образом Да, но вам нужно понимать, допустим Вы на какой-то кошелек получаете там постоянно, например, выплаты Либо там у вас с майнинга что-то приходит Вот, и вам нужно постоянно проверять баланс Вы, соответственно, можете здесь зайти в режим наблюдения Добавить свой открытый ключ именно в это приложение То есть, открытый ключ, он позволяет именно просматривать только балансы То есть, он не будет никак взаимодействовать с криптовалютой Он будет только загружать информацию о балансах Вот, таким образом вы через этот режим Сможете проверять там любой свой кошелек Который находится где-то еще там Допустим, у вас есть телефон Либо он лежит дома Там сид фраза Либо вы, например, опять же, такой кейс можно использовать Вы там переживаете, что ваш телефон потеряется И кто-то получит доступ к вашему кошельку Соответственно, вы можете просто в режиме Ну, допустим, вы там куда-то уходите на улицу Да, у вас пустой телефон И вы можете просто в режиме наблюдения Добавить себе свой же кошелек И смотреть балансы Но никаких транзакций Либо манипуляций вы сделать не сможете Да, то есть, придя домой Если там кто-то сильно прямо переживает Вы можете импортировать по сид фразе Снова кошелек И уже там перевести куда-то токены На биржу или еще куда-то Вот, теперь давайте с вами разберем Вот, в чем преимущество аппаратного кошелька Да, то есть, мы с вами поговорили про виды Программных кошельков Про виды приватных ключей про сид фразу Что же такое аппаратный кошелек Да, то есть, при создании аппаратного кошелька Вот, имея, то есть, само устройство На примере SafePal S1 Да, мы имеем вот его на руках Приватные ключи Она же там сид фраза Генерируется в оффлайне На самом устройстве На самом аппаратном кошельке И так как он не имеет доступа Ни в интернет Ни он куда-то там не подключается Ни по блютуз, ни по вайфай То он хранит на своем чипе Именно приватный ключ Именно вашу сид фразу Но тут как бы возникает резонный вопрос Как, соответственно, пользоваться таким кошельком Который находится полностью в оффлайне И который, ну, как с него отправлять токены Потому что у нас криптовалюта Она вся находится в онлайне Да, она находится в блокчейне Вот, и мы имеем аппаратный кошелек Который сгенерировал нам сид фразу Которую мы записали И которая хранится на нем Да, то есть мы импортируем его на телефон В наше приложение SafePal То есть мы запускаем процесс связки устройства На телефоне появляется QR-код нашего приложения Мы его сканируем кошельком И кошелек таким образом передает Публичный ключ Именно на ваш телефон То есть на вашем телефоне Остается только та информация Которую вы можете То есть именно просматривать В открытом доступе Вот Для совершения транзакции То есть когда вы хотите Какой-то токен отправить У вас получается Как бы кошелек находится В том же самом режиме наблюдения Но только позволяет Отправлять Специально зашифрованные сообщения Именно о подписи транзакции Через QR-код Вы этот QR-код Сканируете вашим аппаратным кошельком Он понимает То, что это ваш открытый ключ Он у себя подписывает транзакцию И передает эту информацию в блокчейн То есть таким образом Ваш приватный ключ Никогда не покидает Само устройство Если же конечно Вы его сами никуда не сливаете Опять же Повторюсь про безопасность Ваши приватные ключи Это ваши активы Ваша ситфраза Это ваши активы То есть Все мы помним Случаи с FTX Все мы знаем Что происходит с биржами Кто-то закрывается Кто-то накладывает санкции Кто-то блокирует пользователей Поэтому В данном случае Преимущество Где хранить Свои активы Оно очевидно Теперь давайте Наглядно покажу Как можно Экспортировать Свой приватный ключ Либо ситфразу Вот на примере Программного кошелька Мы переходим В настройки И видим здесь Варианты экспорта Через мнемоническую фразу Через публичный ключ Либо через приватный ключ Ну публичный ключ Мы с вами разобрали Для чего это И в каких кейсах Может быть использован То есть мнемоническую фразу Мы с вами От нашего Программного кошелька Можем посмотреть Вот И можем экспортировать Приватный ключ Например да Если вы хотите В какой-то другой кошелек Его вставить Который не поддерживает Импорт Через Вашу ситфразу И то есть Здесь мы можем понять Что Наши Приватные ключи Они защищены Как бы приложением SafePal И они хранятся На нашем устройстве На нашем телефоне Давайте разберем С вами На примере Аппаратного кошелька Ну вот То есть Здесь получается Мы видим Уже совершенно Другие настройки Мы можем Только экспортировать Публичный ключ То есть Мы не можем Взять С нашего телефона Информацию О ситфразе Либо приватном ключе Почему Потому что Она хранится На аппаратном кошельке То есть И все транзакции Которые вы Инициируетесь С вашего устройства Они передаются Через QR-код На ваш Аппаратный кошелек Только после этого Они подписываются И подтверждаются В блокчейне Теперь давайте Я вам покажу Как выглядит Экспорт Приватных ключей На мультивалютном кошельке То есть Мы уже с вами Разобрали Что У вас Есть На мультивалютном кошельке Ситфраза Которую вы храните Надежно Она содержит В себе несколько Приватных ключей Для разных Грубо говоря Блокчейнов Мы нажимаем Экспорт Приватных ключей И видим Да То что у нас В данном случае Привязано Три сети К нашему Мультивалютному кошельку Вот И мы можем Выбрать Приватный ключ От каждой сети И импортировать Его в другое приложение Да Соответственно Если мы выберем BNB Chain Да У нас Мы скопируем Приватный ключ Этой сети Мы его Импортируем В другой шлюк И мы сможем Видеть только Токены Этой сети И так Соответственно С каждым Приватным ключом Ну и здесь Я наверное Плавно Перейду к заключению Это К общей мысли Данного Как бы Данного стрима Данной трансляции Это то Что Ваши активы Лучше хранить На децентрализованных Кошельках Так как Вы к ним Имеете Всегда доступ Вы имеете Приватные ключи Сидфразы От ваших кошельков И с вашими активами Ничего не случится Если конечно Вы не распространяете Свою Сидфразу В интернете Да А на централизованной бирже Либо кошельки Переводить Только по мере Необходимости И Только те суммы Которые там Вы собираетесь Которыми вы собираетесь Оперировать Грубо говоря Если вы хотите Там вывести Криптовалюту Через Байненс Ну вот Вы там Выводите Нужную сумму Обмениваете ее Там переводите В рубли И обратно То есть В любых других Случаях Лучше На долгосрочной Перспективе Всегда пользоваться Аппаратными Кошельками Если нет Возможности Пользоваться Аппаратным Значит Используйте Программный Кошелек И всегда Следите За своими Активами Внимательно А на этом Я с вами Прощаюсь Всем спасибо Кто пришел На стрим До скорой встречи До свидания